всем привет спасибо что заглянули на мой канал сегодня я снимаю видео свое долгожданное для самой себя поскольку я долго болела и мой нос совершенно не работал видео парфюмерные если вам интересно то оставайтесь со мной у меня это я даже не знаю как назвать это видео я не буду никак группировать потому что я снимала до этого видео коллекция dior коллекция шанель коллекция герлен и нишевая парфюмерия у меня сегодня будет такая-нибудь перемешка скажем так куча мала у меня будет как люксовая парфюмерия так и нишевая парфюмерия это те подарки или приобретение моего мужа который он подарил для меня и давайте уже наверно приступим с первого аромата нового называется алла я или алла я париж одноименного дома алла я у меня это это парфюм это парфан вот такой вот флакон очень красивый стекло темная тяжелая крышка металлическая золотая с такими вот выгравированным стеклом то есть рисунком египетским или не знаю каким таким тунисским египетским показываю без коробочки потому что у меня была большая коробка подарочная и в ней был гель для душа и лосьон для тела этот аромат для женщины принадлежит группе ароматов кожаные выпущен 2015 году то есть прошлом году парфюмер если я правильно произношу то парфюмер парфюмер мария соломань верхние ноты это в горный воздух и розовый перец это верхние ноты я по базе про пробегусь по пирамидке ноты сердца это пион белая фрезия и роза ноты базы это белый мускус кожа и фиалка что слышу я безусловно аромат очень легкий действительно такой он как горный воздух альпийские даже сказала есть такая легкая перчинка в нем и сначала он кажется таким холодным ароматом но на моей коже раскрывается очень таким очень тепло раскрывается на моей коже очень мне нравится очень теплый на вот такой вот зимний период осенний мрачные когда дни он очень тепло звучит несмотря на то что производитель заявлял что это как бы охлаждающий аромат да как они сильно его описывать что это аромат как бросок или выплеск воды на гай раскаленные камни чтобы охладить пыл какой-то я не знаю наверное так очень нежный мне честно я его без затеста мужу сказал что я бы хотела попробовать алая на что он сказал что ты же не пробовала зачем тебе он нужен но я говорю ну вот как-то мне вот мне мое чутье подсказывает что а он мне будет нравиться и это будет аромат мой один из моих любимых и на и я не прогадала потому что у нас нигде его нельзя попробовать у нас нет его финале пока не завезли очень довольна тем что мой муж мне его купил и без всякого затеста и даже он сам не пробовал потому что ну раз я попросила но доверился моему вкусу и купил и я счастлива что я обладательница его очень красивый женственный тонкий нежный я сказала что он подойдет любой дел женщине любого возраста как молодой так и и возрасте пожалуйста попробуйте если у вас есть такая возможность в москве точно и он есть поэтому очень красивый мне нравится просто безумно я так немножко пробегусь не буду особо зацикливаться на чем-то потому что хотела просто поделиться с вами своими приобретениями если вам будет что-то интересное из того что я вам покажу мне напишите под видео комментарии я может быть подробнее остановлюсь на этом если вам будет конечно интересно следующий аромат это лекенза интенс тоже неожиданно для меня я у меня если честно кенза по моему даже ничего и не было никогда раньше кенза нет я как-то не очень кенза была настроена но мой муж вот купил году но очень понравилось это вот такой флакон посмотрите какой красивый флакон такой как не знаю фольга переливающийся такой вот кубик льда точно нашла правильное слово как кубик льда такой красивый флакон безумно и настолько же красивый аромат он это аромат для женщины принадлежит группе ароматов цветочный фруктовый действительно фруктовый очень вкусный это новый аромат от у кенза он тоже выпущен в 2015 году верхняя нота это красное яблоко нота сердца белая лилия пион и лотос и базовая нота это пачули действительно когда ты его наносишь ты чувствуешь такую вот спелость яблока ты чувствуешь я чувствую пион как фрукты лилию и в конце аромат раскрывается пачули таким теплым нежным ароматом сначала взрывной такой яркий похож конечно на компот немножко но знаете вот этот компот очень какой-то такой правильный очень вкусный и очень он окутывающий шлейфовый очень очень красивый аромат в любую мне кажется погода будет замечательно особенно от на осенний зимний весенний ранний весенний период очень хорошо звучит обратите внимание красивый аромат достоин вашего внимания следующий аромат который бы я вам хотела представить это уже довольно таки старый аромат он выпущен девяносто втором году это аромат кашмир от шапарт у меня это это парфюм у меня маленького такая малепусечка в тридцати миллилитров принципе недостаточно это мой любимый парфюм моей мамы когда-то и я тоже очень его любила это аромат принадлежит группе ароматов восточный гурманский выпущен девяносто втором году как я сказала и парфюмером мишель алмайрак верхние ноты персик абрикос черная смородина малина манга кокос и бергамот ноты сердца мандарин гвоздика корица жасмин герани ландыш ноты базы ваниль бензоин тонко бобы апопонакс амбра мускус пачули и сандалово дерево наибогатейший такой букет пирамида очень шлейфовый очень стойкий вот про этот аромат можно сказать здесь есть уже все что можно только добавить и если еще что-то сюда добавить то это можно переборщить и уже будет просто перебор теплый сладкий аппетитный внушающий доверие аромат такой восточный действительно такой женственный окутывающий он очень шлейфит он очень красиво звучит на теле теплый я как уже сказала подходит конечно же наверное на вечернее время в офис я боюсь что это будет много его затмите всех своим ароматом и возможно даже кого-то вызвите вызовет головную боль и но очень сексуальный мужчина он очень нравится мне нравится что здесь так как тадж махал такая у него башенка очень красивый флакончик обратите внимание я не знаю магазин наверное можно еще на мы заказываем через интернет очень красивый аромат здесь написано шапард кашмир выдавлено все классно я рада что он у нас опять появился дома брызгаюсь им иногда наношу его на себя просто для того чтобы вспомнить такие прекрасные времена которые были раньше они сейчас прекрасные просто вот это какая-то память вот этот аромат это памяти следующий аромат который бы я хотела вам представить вот такой вот красавец от марк джейкобс декаданс воля вот такая вот коробочка бархатная красивая коробочка на самом деле очень красивая коробочка необычно потому я не не припомню когда когда бы ароматы выпускались вот в такой красоте многие конечно кинут меня башмаком и сказать что никакая то не красота китч да возможно это китч но на самом деле я не вижу ничего плохого в флаконе ничего не вижу ничего плохого в дизайне коробки в общем во всем я бы даже сказал что мой мой муж он дизайнер архитектор на что он сказал что но очень интересный флакон то есть не избитый да он китчевый да он такой да цепь такая золотая которая обдерется возможно да и что типа здесь кожа но на мой взгляд здесь даже если ты и не кожа питона скажем так а подпитона все равно красиво но приятно иметь такого красавца на своей на своей полочке на своем столе просто ради ради флакона очень красивый флакон не знаю мне нравится мне нет никаких нему нареканий хороший уже можно посмотреть что я им так попользовалась вернее я им пользуюсь достаточно часто мне по мне он очень понравился несмотря на отзывы такие критичные и вот сняла крышечку вот он такой вот флакончик да тяжелый ну что ну красота требует же очень красивый мне очень понравился и считаю что наверное это один из лучших ароматов от марк джейкбс и так это аромат для женщины принадлежит группе ароматов восточный цветочный новый аромат выпущен в 2015 году парфюмер они бузантия не буду я не знаю как правильно говорить французские фамилии верхние ноты это слива и рис и шафран ноты сердце болгарская роза жасмин самбак и рис ноты базы амбра ветивер и папирус что слышу я я слышу сливу я слышу розу и я слышу и рис амбра вот лично мои 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 мое мнение об этом аромате следующее я не могу сказать что этот аромат такой какой-то полный и насыщенный он как бы вот 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 сейчас раскроется вот как розы или вот он раскроется слива и лет он сейчас в амбру перерастет этого нет он как-то все на полу тонах таких но меня это не пугает мне это даже нравится что нет вот такого перетекания я бы вы назвала аромат на каждый день но на день такой конечно же не в больницу не какой-то такой офис где много народу но если вы начальник вы можете себе это позволить я его называю что это аромат такой вкусной выпечки и даже в инстаграм я написала что и сегодня я хочу быть плюшкой потому что он пахнет какой-то такой вот сладостью он пахнет такой вкусняшкой какой-то он пахнет ванилькой действительно он свежей выпечкой вкусная булочка я не знаю как это написать но вот он какой-то аппетитный а этот аромат и не вызывает мне не вызывает никаких отрицательных эмоций мне нравится в нем быть я чувствую его теплость такой мягкость я нет не чувствую какие-то шероховатости в нем мой муж сказал что так приятно пахнет что такая вкусненькая вот он такая вкусненькая аппетитная хочется съесть ну разве ты не похвала но это же замечательно когда тебе хотят съесть мне кажется что это просто просто такой обычный обыденный аромат он не никакой не гурманский он никакой не такой маст хэв нет и он не такой который ему можно это простить я ему прощаю все во-первых это мой первый аромат от марк джейкер и я считаю что очень даже успешный на мой взгляд мое мнение мне нравится я хочу быть аппетитной булочкой я хочу вызывать какие-то приятные ассоциации когда использую этот аромат мне нравится надеюсь и вам тоже понравится если вы попробуете еще я вам хотела показать это уже конечно нишевая парфюмерия это такой аромат от диптик ламбре дансля аромат для женщины принадлежит группе ароматов цветочные выпить выпущен в 83 году мне конечно же тоже переизданная композиция и у меня версия это туалет композиция включает ноты розы и лист черной смородины черная смородина бергамот мандарин серая амбра очень странное написание лист черной смородины черную смородину бергамот мандарин серую амбру мускус и лист черной смородины это как вообще три разных номинования что ли нет конечно что я слышу первый раз когда муж мне его привез я сразу его нанесла на свое запястье в первый день я имею ввиду я услышала только болгарскую розу. Вернее, даже не болгарскую. У меня есть парфюм дамасская роза тоже. И я сказала, ну, это роза опять. Ну, опять у меня роза. Даже немножко возмутилась. У меня опять роза. Говорю, ну, ладно, еще будет одна роза. Роза, роза, роза. Вот все, что я слышала в первые дни от этого аромата. Только роза. Потом я не знаю, то ли сменилась погода, то ли сменилось мое настроение, то ли... Я не знаю, что произошло. Я его наношу и ничего не могу понять, чем я пахну. Роза. Думаю, куда делась роза? Вроде же была роза. Куда она делась? Думаю, ну, что такое? Ну, что это такое? Потом я вспомнила, что когда листик смородины срываешь, его растираешь между пальцев, вот такой остается такой приятный аромат смородиновый. И я поняла, что действительно это черная смородина. Если честно, у меня не было ароматов, которые содержали черную смородину. Я как бы так об этой ноте особо и не представляла. То есть, как бы, ну, я знаю листья черной смородины, ягоду смородину. Но как она звучит в парфюме, я не особо представляла. То, когда я бежала на фрагрантику, заглянула, я прочитала, что там черная смородина. И я поняла, о боже, я пахну черной смородиной. И действительно, это роза в какой-то момент. Вот сегодня я слышу розу. И потом только идет, через какой-то, наверное, минут 15 должно пройти, чтобы услышать черную смородину. Мускус присутствует, амбра. И я бы назвала, он немножко для меня жестковат, этот аромат. Он в нем, он очень вкусный, очень притягательный. Но это, конечно, не плюшка, и не ванилька, и не булочка. Это сдержанный аромат. Он не кричащий. Он такой, я не могу сказать, что его, в принципе, можно, наверное, на каждый день. Но должна быть какая-то определенная ситуация, когда его нужно надевать. Честно, моему сыну он не очень понравился. Он сказал, что, мам, чем ты воняешь? У него нос просто из носов. Он чувствует все, что только можно чувствовать и не чувствовать. То, что мы не чувствуем, он чувствует. И я немножко испугалась, даже в какой-то момент, когда он сказал, что, фу, чем ты воняешь? На что я сказала, что папа купил мне новые духи. Фу, вонючая. Но потом как-то он смягчился со своим вердиктом и сказал, что очень неплохо. Видать, когда ушло это в амбру, и он стал более тёплым, менее колким и менее щиплящим носом. Вот он как бы щиплет нос у меня. Вот именно вот эта чёрная смородина делает вот это вот щипание у меня, у носу я поняла это. Потому что роза у меня не вызывает такого отношения и реакции такой. В целом ароматом я довольна. Аромат мне нравится. Тоже можно заметить, что я им пользуюсь. У меня просто очень много ароматов, и иногда можно не увидеть разницу, когда они уменьшаются. Но очень красивый флакон. Там нарисован такой лебедь ивовыми, что ли, ивовыми ветвями. Пруду и лотос. Тут очень красивый флакон. Я безумно рада, что я обладаю таким раритетом, можно так сказать. Конечно же, вы можете зайти и почитать отзывы на фрагрантики. Я не люблю это делать. Почему? Потому что тогда теряется своё какое-то мнение об аромате. Потому что мы все люди ассоциаций, мы люди ощущений, и у каждого оно своё. Кто-то что-то слышит по-своему, и не хочется как-то перенимать чужих людей мнение. Потому что это мнение их, но не ваше и не моё. И я его тоже не навязываю вам. Потому что я так слышу аромат, и мне так кажется. Я так думаю. Про этот аромат могу сказать, что несмотря на то, что это Eau de Toilette, он стойкий, он шлейфовый. И я его слышу. Для Eau de Toilette я считаю, что это достаточно много. Но более 4 часов я его просто слышу хорошо на себе. Потом, когда он немножко оттихает, даже намного приятнее для меня. Последнюю красоту, которую бы я хотела вам показать, это вот такая коробища. Называется Saspira Opera. Эксклюзивная коллекция. Bespoken Collection. Эсклюзив Bespoken Collection. Вот такая красивенная коробка. Просто наикрасивейшая. Но что внутри вас поразит ещё больше. Это Eau de Parfum. Eau de Parfum. 100 мл. Сейчас я попробую открыть, чтобы не порвать коробку. Просто безумно, безумно, безумно красиво. Я её тоже на своём Инстаграм показывала. Посмотрите, какая это красота. Это бархат. А теперь смотрите, что внутри. Посмотрите. Я не знаю, как вам это всё передать, потому что она огромная просто коробка. Посмотрите. На камере кажется, что это синее внутри. На самом деле это фиолетовый, ярко-фиолетовый такой цвет. И вот такой вот красавец-флакон. Тоже бархатный чехольчик. Как там чёрный, бархатный. Вот так вот он выглядит. Вот такая крышечка рогатая. И безумно красивый аромат. Это аромат унисекс. Насколько я поняла. Я зачитаю, потому что здесь сложно иначе сказать. Это аромат для мужчин и женщин. Принадлежит группе ароматов восточные, цветочные. Это новый аромат опера, выпущен в 2014 году. Парфюмер Крис Маурис. Верхние ноты это фруктовые ноты и турецкая роза. Ноты сердца и ланг-иланг, серая амбра, кожа и мускатный орех. Ноты базы это почули, кедр из Вирджинии, петивер, ваниль и мускус. Я не буду зацикливаться на базе, на пирамиде, на всём на этом. Что я хочу сказать? Когда мой муж, поскольку это унисекс, значит мы пользуемся им этим ароматом вдвоём. Когда мой муж наносит его на себя, сначала он звучит очень ярко, взрывно, необычно, действительно как закулисье какое-то, или как действительно опера, или как итальянская, не меньше. Но потом он уходит в какую-то ваниль, наверное, в серую вот эту амбру. Я не умею раскладывать всё это по нотам, но это то, что чувствую я. И в какую-то пудровость. На что этот аромат даёт такой намёк, что это женский аромат. Аромат на мужчине. Мне это не нравится. Я не люблю, когда мужчина пахнет по-женски. Не знаю, если так можно сказать. На что я мужу своему сразу сказала, что, ты знаешь, это мне напоминает аромат женский, не очень подходящий для мужчины. Но это моё мнение, хотя в оперу можно и пойти и так. Что напомнил мне этот аромат при первом знакомстве с ним? Я представила именно, как я описала аромат своему супругу, я сказала, что это аромат именно какой-то венецианского маскарада. Так пахнет Венеция. Вот площадь Монмарта. Не знаю, какой-то карнавал, какая-то загадочность, какое-то веселье в то же время и какая-то драматичность присутствует в этом аромате. Сложный он такой громкий, кричащий, насыщенный. Даже сразу невозможно уловить, что за ноты находятся в этом аромате. Но очень такой обязывающий. Не на каждый день абсолютно нет. Действительно в оперу. В оперу, в оперу и ещё раз в оперу. Но аромат очень красивый. И, я не знаю, его очень сложно мне описать. Я вижу только маскара, вижу маски. То есть это такой театральный аромат. Он театральное действие какое-то. Дорогая одежда, дорогой макияж, дорогие украшения. В общем, такой весь стильный, пристильный. И вот даже вот сейчас я бы не могла его надеть на себя. Потому что, ну, я не в своей тарелке. Мне иногда кажется, что он пахнет мылом. Какой-то железной нотой тоже. Но, знаете, он такой дурманищий. Иногда даже голова от него может заболеть. И даже сейчас. Поэтому с ним нужно быть очень осторожным. Одного пшика просто, ну, на проеду предостаточно вот так вот. Потому что иначе можно всех удушить и самого себя тоже. Это были все ароматы, которые я хотела вам показать. Ещё у меня, конечно, там целая-целая-целая-целая-целая куча всяких разных, в том числе и мужских, которые я отдельно хотела снять в виде о мужских ароматах. Потому что они достойны внимания. Особенно нас, женщин. Потому что двери 23 февраля или каких-то праздников. Ну, в общем, наши мужчины тоже должны пахнуть замечательными. Будут видео и о мужских ароматах, кстати. Что мне больше всего и нравится. Именно мужские ароматы. На этом я буду закругляться. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх. Комментируйте, что у вас есть, что вам нравится, что вам не нравится. Какие ароматы вы хотели бы увидеть. Может быть, у меня что-то есть из этого. Просто мне было бы очень приятно услышать ваши комментарии, ваши отзывы. В общем, всем спасибо за внимание и пока-пока.